Девушки отдыхают И я хотел рассказать вам свою историю любви Обычную И абсолютно фантастическую А сейчас звезда нашего клуба Ники Он же Никита Колесников Встречаем Спасибо, привет У меня было сложное детство Грустное, как Молдавская продавщица на окраине Кишинева И чтобы как-то скрыться От этой чудовищной реальности Я придумал себе Бобби Я как-то смотрел телевизор И вдруг увидел Роберта Де Ниро И я как-то так подумал Блин, это крутой чувак Его все боятся И вон нахрен все боятся И я подумал, я хочу быть как Бобби И я помню, это был шестой класс И я пришел домой И выходит мама И говорит Ты какую оценку получил по химии? И я такой Что, мать твою? Ты меня нахрен сейчас спрашиваешь Про эту долбаную химию? Ты меня нахрен спрашиваешь Про химию? Тебе действительно интересно Что я, мать твою, получил по химии? А тебе не интересно Ел ли твой ребенок сегодня? Может быть, твой малыш Мать его нахрен устал? Вот тебе нахрен помогла Твоя гребанная химия? Вот ты работаешь маникюрщицей На окраине Кишинева Тебе помогла твоя химия? Да, мать твою? А кто это там такой у нас? Потрепанный сидит Тебя как зовут? Детка Афина А что ты сделала своим родителям? Что они так тебя назвали? Не знаю Родилась Родилась У тебя есть парень, Афина? Нет Слава богу, мама миа Это был Никита Колесников и Бобби Афина Спасибо Спасибо Афина Красиво Как название какой-нибудь в галактике Я хотела быть Таней Таня? Нет, ты я, мы не Таней Что? Ты похожа на Кетчуп В каком смысле? Не знаю Хотел, чтобы ты меня запомнила Подумай, если скажу, что у тебя красивые глаза Тебя стошнит Тебе же все это говорят Чем занимаешься? Пытаюсь петь Пытаешься? Как это? Открываешь рот, а звук не идет? Ну нет, в смысле я работаю на подпевках В нескольких группах Ну там еще В рекламе иногда На радио Круто Окей, ты поешь, о чем мечтаешь? Петь Ты же так поешь Ну я пою чужие песни, хочу петь свои Они есть? Да дофига, девать некуда Кто-нибудь слышал? Да, шампунь Шампунь? Ну я пою пока только в душе Спасаю мир от лишней информации Шампунь, круто Надо расширять аудиторию Слушай, давай сменим тему, ладно? Нет, правда, мне кажется, новая земфира Какой-то у тебя отчаянный способ съем У тебя девушки давно дают? Да, давно с утра, но не в этом дело Я правда так считаю? Я не фанатка быстрого секса Фух, слава богу Ой, аж от сердца откликло Я тоже вот так не могу сразу в постель Надо с мамой познакомить там Узнать поближе Слушай, что ты куришь? Поделись со мной, чтобы я с тобой на одной волне была А ты еще не на ней? Переезжай ко мне жить Сегодня Или у тебя план на вечер Че ты такой быстрый? А че такая медленная, как интернет 98-го года? Ну хочешь, я дам тебе свой номер куда-нибудь Сходим на днях? Нет, так не пойдет Почему? Так не годится А в чем проблема? Да в том, что это полная чушь Почему парни все должны придумывать? Это не только мне надо Нет, я не собираюсь тут сидеть и придумывать всякие уловки Чтоб тебя соблазнить Все и так понятно С нас уже час как искры сыплется Но нет, я должен тебя водить в кино Я должен тебя водить Куда вас там еще водят? Выгуливать, короче Ты че, так, чтоб тебя выгуливать? Нет, так не пойдет Я не собираюсь проводить бессонные ночи В ожидании твоего звонка Кто-то должен положить И этой хере конец Слушай, а давай куда-нибудь завтра сходим? Все Поздно Чао Таня Эй Эй Откуда ты знаешь, что я эй? Только мама меня так звала Это что, типа семейные ссоры? Мы вообще-то только познакомились А мне кажется, я тебя знаю уже тысячи лет Вы не магниты с трусов Что? Вы не магниты с трусов, а то это неприлично Вдруг дети зайдут Нет, у меня никакого магнита в трусах Смотри, на спитягиваю друг к другу Я ничего не делаю, мне к тебе тянут Что ты хочешь? Вот это да Что ты хочешь? Вы не магниты с трусов Что ты хочешь? Я хочу петь с тобой в душе Я только что рассталась с парнем Отлично, значит тебе не с кем петь в душе Эй, мне пофиг, что ты там про меня подумал Но имей в виду, я могу тебя разочаровать Я не люблю врать и подстраиваться Отлично, только магниты с трусов А то я сейчас нахрен разорву это платье На тебе это будет только начало Эта великая сила миллионы лет притягивает мужчин и женщин друг к другу В тот вечер это случилось с нами Это было невероятно Но эта история не о том, как мы жили долго и счастливо Это совсем другая история КОНЕЦ Колесников, иди в жопу Как видите, у нас все получилось Наша мечта сбылась, и мы стали настоящей парой Но только в этот раз это была не просто обычная плановая ссора Десять минут назад Афина сказала, что уходит от меня Капучино для Никиты готов Ты кого-то встретила? Нет, да Где? На танцах, в нашем клубе А танцуете вместе? Да, танцую Зашибись Сколько раз? Нисколько Два Два раза? Я просто решила сжечь мосты Ты что, партизан, что ли? Подпольщица мосты сжигать? Что-то несешь? Ты меня не слышишь, а уже давно Ты меня не слышишь, а при том уже давно Повторил Видишь? Кто он? Его зовут Леша Лешка? Здорово Вместе танцуем, но вообще он стоматолог Стоп, 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 стоп Ты от меня ушла к стоматологу? Ты издеваешься? Ты же знаешь, что я их с детства ненавижу Помнишь, что я тебе рассказывал, как один из этих мудаков мне два здоровых зуба по пьяни выдрал? Да, я его А потом протащился домой, с коробкой конфет, мол, извините, с кем не бывает Никит, ты раз сто рассказывал мне эту историю Не перебивай меня Они все мудаки Не перебивай меня Ты не могла уйти к стоматологу, не перебивай меня Не перебивай меня Я ничего тебе не буду объяснять Покачану Давай добавлю сахарочку Что-то не попало мне в чашку Давай еще добавлю Может у меня лучшего самой получится? Да не что, я джентль Это же мужское дело, добавлять сахар В самый раз Капучино для Никиты готов Что это? Мне кажется, это ключи Возьми, пожалуйста Мне свою брех нахрен В свою долбанную сумочку Не уходи от меня Я изменюсь Я тебе обещаю Я поменялся? У меня, по-моему, глаза другого цвета Нет? Что происходит с моими руками? Ух ты, да Они удлиняются Что с моим голосом? Голос стал солидным, да? У меня такой голос банковского служащего Топ-марничего Дорогая Приезжай скорее О, милый мой Я не до после тяжелого рабочего дня Я так устала Я хочу допиться в твоих объятиях Ну, приезжай, родная Дорогая моя Я приготовил фондю в нашем доме Который я взял в кредит под ипотеку Любимая Я открыл бутылочку того чудного французского Лешатэна в 87-го года Приезжай скорее Видишь, я поменялся Я другой человек Смешно Запиши, пригодится Неделя Одна неделя И я тебя верну Вряд ли Я тебя верну Ты вообще меня не слышишь Капучино для Никиты готов Слышу, я слышу, я все слышу И тебя я слышу И этого, сука, Борису слышу Всех слышу Слышу, я слышу Слышу, я слышу Когда тебя уходит девушка Первая мысль, естественно Покончить с собой Ну там Броситься под машину Но в тот день Все было против меня Да Я не могу Пытаюсь покончить с собой Жду, пока пробка рассосется Хорош, к Надь Приезжай уже У меня так давно не было секса Что я чувствую себя библиотекой Старой советской библиотекой В которую давно уже никто не ходит Эй, чувак Абонемент в библиотеку не нужен? Да не, я со своей Вот так всегда Я вот подумала Привет Привет Так, ты после Вали и это Видишь, там Крылов пришел Походу набирают людей на новое шоу И? Библиотеку Так что давай, Милыш Пошел От меня ушла девушка сегодня К самодолу Вся Целиком Я говорю Ну оставь хотя бы ногу Ну или руку С твоей рукой Суррогатной матерью Мы могли бы даже иметь детей Нет, не могу Меня мой парень неправильно поймет Я говорю Ну хорошо Тогда оставь мне хоть что-нибудь Ну ты можешь Оставить себе черепашку Твою мать Черепашку Все, я завязываю с девчонками Мужики Все, которые сидят в этом зале Поставьте такой эксперимент Она значит снимает трусы И все такое А ты такой Подожди, подожди Ты что? Я не могу так сразу Насначалу тебя с мамой познакомить Или знать тебя поближе Да, пусть телки тоже понервничают Ой, увижу я член Когда мы досмотрим фильм Или нет Да А что, им секс не нужен? Нужен Почему сиськи надо заслужить А член всегда даром? Почему член всегда идет автоматом? Да, да Я вас спрашиваю Почему член всегда автоматом? Это дискриминация Пусть телки повернут Это увижу я членов и нет Когда я досмотрю фильм Пусть телки тоже помогут На нашем месте Хочет член Гони подарки Сколько они за корпоратив хотят? Это смешно Неплохо задвигаешь Мы на телеке новое шоу мутим Смех и битва называется Мог бы там что-нибудь задвинуть Нет Ну ты дебил, а Я думал, ты действительно Свою телку вернуть хочешь Я когда первый раз на телеке задвинул Обо мне все бывшие вспомнили Я понимаю, что ты там выше всего этого Типа ты такой независимый Но если хочешь вернуть свою телку Иди в телек В общем, жду тебя Под знаменами сатаны Не тормози Ты опять меня сатаной назвал, милый? Ну, кто такой-то Да нет, конечно Телек Пойдем, мне скучно уже Я не поняла, что ты сказал Не парься, через неделю забудешь Да Уже забыл Привет, это Афина Я вам обязательно перезвоню Чувак, это мой телефон Подними, пожалуйста Я после операции Я маме звоню Почему? 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 А как же больно Сходите кто-нибудь в аптеку Купите какой-нибудь хрень от этой хрени Чувак, единственное лекарство от женщины Это секс с двумя женщинами Или хотя бы с одной женщиной Ну или хотя бы С Валей Мы же друзья. Все, я пошел. Без нее наша квартира вдруг стала чужой и холодной, как номер в отеле. В голове по кругу звучал ее голос, но я никак не мог понять, что она имеет в виду. Хочу сказать тебе одну фразу. Она меня сильно раздражает, никогда не думала, что я ей скажу, но я хочу, чтобы мы с тобой были друзьями. Друзьями? Это как? Будем вместе в спортбар ходить? Девчонок обсуждать? А потом мне приснился самый страшный сон в моей жизни. Никит, мне нужно с тобой поговорить. Ты уже достаточно взрослый, все поймешь. Помнишь утренник на прошлой неделе? Я кое-кого там встретила. Я встретила там одного мальчика. Ты понимаешь, ну... Я больше не твоя мама. Я ухожу к другому мальчику. Вернее, это тебе придется уйти. Почему? Малыш, потому что это моя квартира. Ты понимаешь, дело не в тебе совсем. Дело во мне. Ты слишком хороший мальчик для меня. Слишком хороший. Смотри, а вот это не твой бывший дама? А, да, никак отпустить не может. Слоняется за мной повсюду. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валера, у меня не пятьсот рук, чтобы я все успевал. Чего тебе? А, планета в спине. Три коробки. Три коробки? Угу. Ты бухой, что ли? Не-не-не, я инвалид. По линии трудоустройства инвалидов в курьерном работе. А, инвалид. Парень, извини, я... Ты сам донесешь? Да. А что случилось-то? Трагедия. В детстве... Выползил с этого этажа. А как выжил? В битон-мешалку приземлился. Она, наверное, с домом стояла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свяжись термальной водичкой, клиентка забыл Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я взял две бутылки брюта, жду тебя в десять. Так, что у нас тут? Мне сказали, вы у нас с острой бурнем. Так, посмотрим. Что вы сказали? Отвали. Понятное дело, что болит, терпите. Отвали, я сказал. Тебе конец. Я вызову охрану. Не успеешь. Пьяный. Да, пьяный. Как она могла запасть на тебя? Ты же какой-то старик. Ну, очки немного старят. А так, все на меня западают. Говорят, что я похож на Вуди Алена. У меня харизма. Нет у тебя никакой харизмы. Откуда вы знаете, вы же не женщина. Конец тебе, Ярцев. Короче, это был не Ярцев. Старик его подменял. Ярцев уже два дня на работу не выходит. Понятно. Трахаются без прерыва. Ну, давай посмотрим на это с позитивной стороны. И в чем она? Чем больше они трахаются, тем быстрее она поймет, что ты круче. Ты же круче. Я, конечно, не знаю, но от тебя такая энергия исходит, что я бы никогда к стоматологу от тебя не ушел. Может, правда, станьте с ней друзьями, вдруг получится. Мы же с тобой не спим. И у нас все в порядке. Вадик. Да, прости. В почту попал? Да. Фигня какая-то, о нем ни слова. Фоток нет. Точно. Она его выдумала. Нафига? Проучить меня хотела. Я мудак был в последнее время. Бил ее? Да нет, лайтовый мудак. Ааа. Ааа. Ха-ха-ха-ха-ха. Ааа. 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 Ах ты. Да. Завесиль я хотела. Завела, завела. Ты о чем? Я тебя какого стоматолога. Я его выдумала, чтобы меня проучить. А как ты меня вычислил? Ну, я ж тебя знаю. Ты у меня такая выдумщица. Здорово. Я очень рада, что ты догадался. Какой адрес? Какой на машину вызвать? Так я сама вызову. Только у Леши спрошу сейчас. Леша? Ой, ты знаешь, он меня не отпустил. Так что пока. Ой, Леша. Какой Леша? Нет никакого Леши. Его не существует. Нету Леши? Тогда через пять минут зайди на мою страницу. Урод какой-то. На педофила похож. Когда у нас зарплата? Через два дня. А что? Киллера хочу нанять. Ну, это дорого. А что делать, Вадя? Клин клином вышибают. Ну, где эта твоя чикса бродит? ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ты мега секси Как Мэрлин Монро Нет, круче Как Брэд Питт Правда? Эй, а у ребят, что тут происходит? Хорош романтику производить Прости Лан, Джеймс Кэмерон Почти зеленый фон Пойдем кино снимать Работаем Ты уверен, что это прокатит? У нас, по-моему, искры нет Искру на компе добавим Так, девочки, еще разок Мяу Еще раз Мяу Еще раз Мяу И еще разок Мяу Еще раз Конечно Да ладно Да ладно А попробуем теперь по кошачьи со всеми разговаривать, а? Офигенно, да? Ага Серьезно? Добрый вечер, дорогие зрители и спортсмены. Мы рады приветствовать всех на нашем турнире по латиноамериканской программе. Итак, все номера на паркете и для начала разминки нам не хватает только ваших аплодисментов. Добрый вечер, дорогие зрители. Сколько вам лет суда? Тридцать девять. Тридцать девять? Да. А я думал, вы одного года с Леонтьевым? Нет, не совсем. Разница в возрасте не смущает? Вы как вчера проводите? Патефончик слушаете? Никита, дай нам выступить спокойно. Мы готовились три месяца суток. Я, кстати, Валя. Но все называют меня Валей. Да, почему Валей? Да, потому что я в постели, как жопа. Валентина, к чему скрывать свои таланты? А, вы меня неправильно поняли. Я просто вообще не могу остановиться. Фигачу-фигачу. Как робот. Так что кусай локти, дура. Швабра. Ну, вы знаете, у нас так все внезапно вспыхнуло. Никита, а почему бы вам сегодня просто не поддержать Афину? Она три месяца готовилась к этому турниру. А потом сядем и вместе выпьем по-дружески. А, а чем ты ее сцепил? Небось сказал, что твой любимый фильм «Грязные танцы»? И этого достаточно. А что, вечный фильм? Я тебе и не отдам. Как-то не тактично выражаться так при вашей дате. Ты что, не видишь, это все тупой развод и все? Видела я ваши фотки сегодня. Понравилось? Полная лажа. Вадик сфотографировал вас на сием заднике, вот и все. А потом поставил фаны. Задник зеленый был. На таком аватаре снимали. Да, это Валя. Мы с ней по клубам вместе выступаем. Она тоже комик. Я Валя, тоже комик. У нас ничего не было. Просто тебя хотел позлить. Мне все равно. Нет, тебе не все равно. Мне все равно. Нет, тебе не все равно. Ты испугалась. Чего? Того, что можешь меня потерять. Я по глазам вижу, испугалась. Колесников, угомонись. Я сама ушла. Иди ты в жопу. И не буду я за рот сегодня болеть. Вот не ушла бы от меня, тогда болел бы. И все было бы хорошо. А так? Ладно, оставайся с ним. Но когда ты охренеешь по сотому разу «Грязные танцы» смотреть, не зови меня. Я тебя спасать не буду. Молодец, Колесников. Все сделал для того, чтобы я к тебе вернулась. И не наезжай на «Грязные танцы». Ты, между прочим, их со мной ни разу не посмотришь. А это вот так смотрел? Нет, правда. «Грязные танцы» – отличный фильм. Мне он всегда нравился. Ну и рожа тебя, Ярцев, как плазменный телек. Хер запомнишь. Пойдем, Балли. Мы снимаемся с соревнований. Мы, кстати, первые выступаем. Давай, соберись. Тихо. Осторожно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, я с детства ненавижу стоматологов. Когда тот пьяный мужик выдрал мне два здоровых зуба, я сидел, ждал маму. Совершенно один. Весь в крови. И мечтал превратиться в робота. Роботы классные. Они не плачут, не страдают. Они ничего не чувствуют. И никто не может причинить им боль. Быть роботом круче, чем человеком. Субтитры создавал DimaTorzok И вот мне снова невероятно больно. И я мечтаю стать роботом и ничего не чувствовать. Но мне больше не восемь лет. И в этот раз стоматолог просто так не отделается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я уже заказал столик на твое имя. Скоро все узнают о темной стране Лехи Ярцева. Веди себя как стоматолог, смешайся с толпой и наслаждайся агонией своего врага. Это что, Роберт Де Ниро? Да. Меня зовут Бойми. Вы знаете, что я сделаю? Я проломлю хребет этому стоматологу, потом я проломлю ему бошку и остатки скормлю собакам. Я 35 лет в этом бизнесе, я 35 лет мочу стоматологов. И ни один стоматолог не ушел от Боби. Ну ты что, понял план? Ресторан мечта и все такое. Да понял, я понял. Братан. Ты сейчас взял и кинул в меня картошкой фри. Да, я прямо сейчас взял и кинул в тебя картошкой фри. Вот взял и кинул в меня картошкой фри. Вот прямо и взял и кинул в тебя картошкой фри. Мать твою, ты кинул в меня картошкой фри. Святая Мадонна, я прямо в тебя кинул, а ты долбаный нахрен картошкой фри. А Мадонна, ты кинул в меня картошкой фри. Да, картошкой фри я прямо в тебя кинул. Да, я кинул прямо в него картошкой фри. Картошкой фри! Ты долбаный картошкой фри. Долбаный картошкой фри! Да, и ты знаешь, что я сейчас собираюсь делать? Что? Вот это салфеточка я собираюсь кинуть в тебя. Ты кинул, мать твою, в меня салфеточкой. Да, я кинул этой долбанной нахрен салфеточкой прямо в тебя. Ты кинул в меня этой долбанной салфеточкой. Да, вот этой долбанной салфеточкой я кинул в тебя. Вообще взял и кинул в меня салфеточкой. Ть, 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 ть! О! Как он так играет? Вообще непонятно. Ты актеру нашел? Нашел, нашел. Бороду сейчас будем мерить или когда? Какую бороду? Ну, давайте, ну, давайте за нас, за наш дружный комитет. Никита? Ваня? А где актёр? Я актёр. Ты актёр? Ну да, не парься, я всё сделаю. Ты чё, глаза подвёл? Ну да, и ноги побрил. Я живо, брази. Стильно, да? По-моему, с ума сходим, как солдаты в Ираке. Всё, пора сворачивать операцию. Пожалуйста, возьмите. Ничего не получится, я попросил найти актёра. Да я... Я попросил найти актёра. Я сказал, я всё сделаю, слышишь? Я это сделал. Сделаю. Я такой актёр. Идиот. Слышь, я нормальный актёр, понял? Я же тебе сказал, что я всё сделаю. Я репетировал, успокойся. Ты можешь мне хоть раз в жизни довериться? Послушай, я уже пять лет принта завязаю. А ведь хотел на Пиксаре работать. Историю грушек делать. Мулаток трахать, как этот, как его Гоген. Много чего хотел. А в итоге? Сердечки на кружках штампую каждый день. Мне уже... Тридцать два! Секондхенд! От тебя вон крутая тёлка ушла. А я два года уже с морской свинкой живу. Мы с неделек вместе смотрим. У меня и рыбки есть. Неделю назад купил. Все советуют собаку. Но если я её заведу, так я же её трахаю. Потому что мне пипец, как одиноко. Поэтому никаких крупных животных, чувак. Мне заводить нельзя. Я не знаю, когда всё это началось и как из этого выпутаться. Поэтому дай мне хотя бы сегодня прогнать по полной. Верь в меня, пожалуйста. Ты же мой единственный друг. Не считай свинки. Я просто хочу завтра проснуться и сказать себе. Вадик, что это была за хрень вчера? Ну ты отжёг, мужик! Я сейчас пойду и надеру жопу этому стоматологу. Я люблю тебя. Прости меня за всё. Я иногда такой мудак. Ну ты же лайтовый мудак. И ты мой друг. Ладно, хватит обниматься. Я пошёл. А ты мне пока Оскар по интернету закажи. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень нравится ваша борода. Она ваша. Не буду вам мешать. Минуточку внимания, господа стоматологи. Господа стоматологи, у меня есть... Я знаю Лёшку очень давно. Когда мы познакомились? Это было на южной жаркой дискотеке. Безумные времена. Мы были так молоды. Так свободны. Лёшка. Помнишь Майку? Ну ту нелепую, но милую Майку с Фредди Меркули, которую я тебе подарил. Всё ещё спешеней? Я помню, Лёшка лежал у меня на плечах и вдруг заплакал. И говорил. Знаешь, Вадик, я совсем не чувствую женщин. Они для меня как камни. Красивые, но холодные. Они как суши. Не понимаю, о чём речь. Я их ем, их все едят, но я абсолютно ничего не чувствую. Совсем ничего. Помнишь, Лёшка, сейчас очень сложные времена. Времена, когда нам всем... Ах, Лёшка. Да, о чём это я? Сегодня очень сложные времена. Пардон, Лёшка. Очень сложные, очень сложные времена. Здравствуйте. Здрасте. Легко понять волнение Вадима, потому что сегодня мы живём во времена масок и ложной морали. Но я желаю, Лёшка, чтобы в твоём сердце никогда не погас маячок. Маячок надежды вновь обрести свою истинную любовь. А, Лёшенька, ты помнишь те трусики-стринги, что я подарил тебе на 23 февраля? Такая взящная модель, ажен-провокатор. Или как ты очаровательно говорил, агент-провокатор. Агент-провокатор. Это твою грубую провинциальность. Я всегда находил столь очаровательный и возбуждающий. Ты так здорово сегодня говоришь. Кстати, Лёш, а стринги, они на тебе сейчас? Боюсь, нет, Вадим. Я думаю, что Лёшка Ура меняла Диснейленд мужской любви на скучную жизнь в Северной Корее гетеросексуальной фальши. Хотя в любую секунду мог подняться над своим страхом и с гордостью сказать, «Я гей!» Я гей, и я не стыжусь этого, как не стыдится птица того, что умеет летать. Потому что это природа, это наше естество, это наша жизнь. Это такие, каким нас сделал он там. И последнее. Я знаю, ты хороший человек. И понимаю, что поступаешь с Рафином несправедливо. Ведь она для тебя не больше, чем морская свинка. Так, забавная зверюшка, которая тебе помогает избежать тоски по истинным чувствам. Отпусти её. Дай ей быть с тем, кого она по-настоящему любит. Ты! Какого чёрта вы всё это устроили, Бадик? А не узнал, я же в образе. В каком нахрен образе? Этот придурок тебя подговорил? Я не понимаю, о чём ты, деточка. Друзья мои, я должен признаться, что этих людей я впервые вижу. И на мне сейчас не стринги, я могу показать. Да не застань ты, Лёшка, можно мой смену быть собой и не стесняйся. Сними свою парадёнку. Лёшка. Тихо, тихо, тихо. Я тебе зубную чётку принёс. Засунь себе её в задницу. Я купила себе дом. А он тебе не говорил, что он гей? Он не гей. А откуда ты знаешь? Да потому что я с ним сплю, Никита. Вот нахрен ты мне сейчас, я это сказала. А нахрен ты всё это устроил? Угомонись, Никита. Жизнь продолжается. Земля круглая, небо голубое, а я больше не твоя девушка. Ты понял меня, эй? Эй, не называй меня «эй», ясно? Я тебе больше не «эй». У нас всё хорошо, Лёшенька, у нас всё хорошо. Ты смотри на место, Адон. Я тебя насквозь вижу. На, забери на мою щётку. Отдай, Аня. Отдай, отдай мою дубную щётку. Отдай нахрен мою зубную щётку. Отдай, отдай мою щётку. Хрена тебе дам эту щётку, потому что ты ко мне вернёшься. Да, ты ко мне вернёшься. Я не отпущу тебя к этому. Это всё хрень только нас хватит. А когда ты ко мне вернёшься, эта щёточка уже будет тебя дожидаться. Не надо мне права! Отдайте нас! Тихо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ты видел? Она дрогнула. Она знает, что мы неразлучны. Она это чувствует. И знаешь, почему? Потому что мы Твикс. В смысле? Нас все так называют – Твикс. Потому что мы правда как Твикс. Мы неразлучны. Ты видел этого чудила? Они вообще не Твиксы. Нет, они не Твиксы. Они не Твиксы. Но нельзя расслабляться. Самое время призвать на помощь. Сатану. Здрасте. А здесь кастинг на «Смеха битву»? Да, здесь. А где Крылов? А его сегодня не будет. Я за него. Я его секретарша. Поэтому можете показывать свой номер мне. Вам? Угу. А эти тоже вам показывали? Нет, этих я уже отсмотрела. А чего они здесь делают? Откуда же я знаю? Еще и мама. Ну так еще шутить будете или как? Может, хоть на телефон запишете? Ой, да не вы шо. Он технофоб, он это все смотреть не будет. Я ему перескажу, ты можешь не переживать. А ты что, Ганс Кастиан Андерсон пересказывать? А это вы шутить начали, что это не смешное, начинает терять к вам интерес? А ты шо, с Украины? А ты шо, расист? Ты на это шо? Хочешь попасть или нет? Ты же понимаешь, что в России этих комиков как грязи. Поэтому я бы на твоем месте шо-нибудь уже да пошутила. Смех от битвы. Угу. Ладно. Только, милый, давай без психоза, ладно? Просто шутим и все. Как известно, скоро нас всех ждет апокалипсис. И... Я пошутила. Я сама пришла на кастинг. Просто скучно стала, решила прикольнуться. Прости. Шмуль. Шмуль? Такая фамилия Соня Шмуль. Соня Шмуль. А ты шо, расист? Шо ты так смеешься? Шмуль. Шмуль. Сколько за свадьбу? Это смешно. Привет, ботаничка, я тебя знаю, ты сумасшедший. А, привет, ты смешной. Я тебя помню. Да это и не важно, нас все равно не правим тайм. Здорово без дарщины! Ребята, ровнее, ровнее. Ну, Пушкин, я же просил тебя больше не приходить. А я нам и материал подготовил. Иди бабушке своей, расскажи, ладно? Ну что, готовы? Кто первый? Иди, внучка Гоблина, сюда. Готовы шутить? Начинаем. Да, каждый день мы ищем любви. Но проблема в том, что нам кажется, что она должна быть похожа на поездку в парижский Диснейленд. Хотя на самом деле это путешествие по дикой реке. И ты никогда не знаешь, куда она тебя занесет. Как известно, всех наскоро ждет конец света. Апокалипсис. А я подумал, что с блондинкой не так страшно будет. Они же ведь всякие светлые, позитивные. Если блондинка увидит ядерный взрыв, она не испугается, не выбежит в бомбоубежище. Она его сфотографирует, выложит в инстаграм и подпишет. Девчонки, блин, это просто бомба! Надо же, смешно, да? Ладно, я сюда нельзя, я тебе пришел. Один стоматолог увел от меня девушку. Да, и я здесь, чтобы он понял одну вещь. Я круче. Блин, я просто тупо круче. Ты обретен, Леха Ярцев? Тебе меня не остановить. Я в телеке, а ты нет. Да, мы любим друг друга, и нас тебе не разлучить. Леха Ярцев, я вызываю тебя на дуэль. Любое место, любое время, только ты и я. Мой телефон 8-9-26-773-8-1-6-4. Давай, любишь ее? Любишь? Докажи. Ну как? Стильно, да? Скромный, но симпатичный, я считаю, подарок. Хотя он не такой скромный, бренд очень приличный. Я все еще надеюсь, что мы разрешим эту дебильную ситуацию и станем друзьями. Это было бы в интересах женщины, которую мы оба любим. Это что, свитер? Мне? Вообще, это называется свитшот. Ярцев, ты совсем на голову больную? Я тебя на дуэль вызвал. Я видел, ролик уже хит Ютьюба. Мне друзья звонили, коллеги. Чувствую себя звездой. Я так понимаю, ты свои цели добился? Получил свои 15 минут славы? Браво! Теперь можно прекратить этот бред? Нет, Ярцев, ты ничего не понимаешь. Мы будем драться. Если тебе не нравится цвет, я могу на какой-нибудь другой обменять. У меня чек остался. Ты свитером не отделаешься. Это свитшот. Тем более. Послушай, Никита. А че ты такой смелый? Зубочисткой в меня тычешь. Ты же про меня ничего не знаешь. Может быть, я чемпион по тайскому боксу. Людей с одного удара вырубаю. А может, я и вправду маньяк-убийца? А? А че ты ганнибала лектора включил? Всю ночь репетировал? Ты меня на пункт не возьмешь. А че ты, Никита, такой смелый? Зубочисткой в меня тычешь. Ты же про меня ничего не знаешь. А может, я сидел? Надумаешь, звони. Субтитры сделал DimaTorzok Валь, ты где? Вадя? Никита Колесников! Вот это встреча! Можно ваш автограф? Мои медвежат умрут от радости. Валь, заканчивай. Ну ты ж жжет вчера! Пришлось даже от телеков. Отсаживаться. Так жарко было. Да фигня все это, Вадь. Я туда не за этим шел. Знаю. Но все равно ты мой герой. Вот, держи. На память о том, что ты сделал. Спасибо, чувак. Тебе спасибо. Ты вчера взял и трахнул свой страх. Ты страх России трахнул. Разве? Да. Завтра возьму и заведу себе девчонку. А что, медведь тоже мне? Нет, для завтрашней операции. Стоматолог звонил? Сам пришел. Походу съезжает с темы. Не съедет. Завтра мы возьмем его за жопу. Вернее, Афину возьмем за жопу. То есть, ты снова возьмешь ее за жопу. Эй, ты на время смотрел. Девушка, переезжайте ко мне жить! Или у вас планы на вечер? Колесников, ты больной! Я буду стоять и петь здесь, пока ты мне не дашь второй шанс. Давай, спускайся! Ты угомонишься или нет? Смотри, нас снова притягивают друг к другу. Мы не можем расстаться. Неужели ты этого не понимаешь? Это выше наших сил. My life is brilliant. My life is pure. Эй, ты забыла, как нас все называли? Твикс! Мы же Твикс! Мы не расстанемся, даже если захотим. Эй, собирай вещи! Давай начнем сначала! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, Никита. У меня есть легкое ощущение, что вы начинаете меня доставать. Да ты меня уже достал, стоматолог, и при чем давно? Вы, кажется, хотели со мной сразиться? Позвольте мне ваш инструмент. Будем считать, что это наше оружие, да? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму. Субтитры создавал DimaTorzok Что, бомбоксом по зубам захотелось на мотолах? Давай, 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 покажи нашу доспособную. У тебя гитара не строят, слышишь? Давай, помогу. Пошел в жопу. Алкоголики, простите, пожалуйста. Ты что на бабушку орешь? Я на нее не ору. Орешь! Леш, иди домой. Инфантил ты долбанный, ты успокоишься или нет? Пошел в жопу. Ребят, сам иди, достал меня. Ты меня достал. Отстань от нас. Нет никаких вас. Она меня любит. Да, любит. Я же говорю, любит. Как друга. Прекратите, ради бога. Нет, она меня любит. Ты успокоишься или нет? Пошел в жопу. Леша! Любит, любит. Обалдеть, что ли? Прекратите. Она любит. Ага, любит, как друга. Она меня любит. Оттой мою девчону. Ты че такой нервный? Это папина гитара? А нахрена ты ей мажешься на папина? Раз ты мою гитару разбил, то я твою птачку пантовую нахер расхерачу. Это была папина гитара. Фак! Ну что за херь? Почему каждый раз, когда я встречаюсь со стоматологами, я теряю здоровые зубы? Что я вам сделал всем? Тихо, тихо, не дергайся. Отвалите все от меня. Сейчас, одну секунду, я только посмотрю. Тихо, тихо, я только посмотрю. Открой рот. Черт. Никита, вот в этом перелом резца, это очень серьезно. Поехали ко мне. Тволь от меня! Я работ. Мне пофигу. Я не чувствую боли. О! Ой! Ой! Субтитры создавал DimaTorzok 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 А пока давай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А где так пить научился? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие тела Можно вопрос Личные? Важаю Стол Yay А почему стоматолог? Если ты Личная, можешь не отвечать Такая история Только ты не смейся Я маленьким был У меня лет 10 было И по телевизору показывали фильм Помнишь такой? Я стал смотреть его и по ходу фильма понял, что я другой. В смысле? Я реально за акулу переживал. У нее такие красивые зубы, белые, их много. Есть где развернуться, правда. Когда ее в конце убили, я потом всю ночь ревел. Ты гонишь? Нет, челюсти это типа мой Титаник. Ладно. За... Кого зовут? За акулу? Ну, ты пей за акулу. Добрый вечер, мальчики. Что я пропустила? Ну, мы дрались. И надрались. Я так понимаю, вам надо поговорить. Хорошо, я в душ. У вас 10 минут. Шампунь не бери. Я отдельно тебе купила. Мужской. А как я пойму, который мужской? На мужском шампуне на этикетке мужик. А как я пойму, что он мужик? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Той стоматолог псих, зуб не выбил. В смысле? Ну-ка, покажи. Дай, посмотри. Открой раз. Ау. Нежнее. Все на месте. Протезы-то. Как настоящий прям. Да. Боец, певец, стоматолог. Мастер на все руки. Привет. Привет. Ну что, угомонился, наконец? Раньше не мог себя как мужчина вести. А ты себя как мужчина вела? Ушла от меня к этому. Типа, любишь меня? Типа, да. Ну тогда закрой глаза. Зачем? Ну, закрой. Зачем? Закрой глаза. Закрыл. А теперь представь, что мы никогда больше не будем спать вместе. Нет. Попробуй. Не буду. Представь. Не хочу. На минуточку представь. Представил. А теперь повтори то, что ты только что сказал. Что любишь меня. Видишь, малыш, как все просто. И это я тебе говорю. Не бросай меня. Ты мне очень нужен. Ты ведь ко мне не вернешься. По крайней мере, так будет честно. Я не хочу, чтобы мою задницу лапали двумя мужиками. Она от этого стареет. А я и в 50 лет хочу выглядеть как кетчуп. Ты всегда будешь выглядеть как кетчуп. Я не аппарат искусственного дыхания. Ты, отключись от меня. Дыши сам. У тебя получится. Мать твою. Ты хочешь, чтобы я был твоим другом? Ладно, мать твою. Я буду твоим другом. Бобби заплакал. Дурак. Мать твоей Бобби нахрен заплакал. Закрой глаза. Зачем? Блин, закрой глаза. Тебе предложение еще в силе. Какое? Чтобы я был твоим другом. Да, конечно. Тогда я хочу, чтобы ты мне сделала официальное предложение. Как? Открой глаза. Делай официальное предложение. Что это? Это кольца. Это сушка, Никита. Это кольца Афины. Ну хорошо, что я должна с ними делать? Что обычно делать с кольцами? Я должна сделать предложение. Да. Вообще предложение обычно делают мужчины. Блин, это не обручальные кольца, балда. Это кольца дружбы. Будь моим другом. Имя, фамилия? Никита Колесников. Дебил, будь моим другом. И в горе в радости? Да. И пока смерть нас не разлучит? О, да. И стриптиз по скайпу. Раз в неделю. Ну все, ну если так, то... Все, 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 все. Я Никита Колесников беру в друзья Афину Гордееву. И клянусь, служить ей верой и правдой в горе и счастье, пока нас смерть, типа, там не разлучит. Ты, мать твою, сожрала кольцо дружбы. Ты совсем охотела? Ау. Никита, плю, не сешь зуб? Плю. Э, вот ты стоять. Что происходит? Это что за тик? Он что, твой любовник, что ли? Я ее друг. Эй, что дела? Ты только что мою женщину лапал. Я все видел. Из-за тебя на дебилов. Это правда. Вообще, полотенце, это тебе. Иди умойся и будем смотреть мой любимый фильм. Какой? Блин, опять челюсти, блин. Пожалуйста. Ой, так хочется челюсти посмотреть. Отлично ведь, правда? Твою же. Налево. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да. Хорошо, хорошо, я понял. Понял, Ергурина, понял. Все, буду через полчаса. Субтитры сделал DimaTorzok Да, все ищут любви, но при этом боятся ее найти. Страшно привязаться к кому-то, а потом его потерять. Но расставание – это часть жизни. Это планета расставаний. Странно, почему нас с детства этому не учат? Нафига тебе таблицу умножения, если тебе говорят «Прости, теперь мы друзья?» Я хочу тебя отпустить, малыш. Хочу стать тебе другом. Но я не знаю, как. Я с детства к утренникам готовился. А жизнь на утренник совсем не похожа. Да, химия – это круто. Но учиться расставаться намного важнее. Как насчет уроков расставаний? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я пытаюсь. Я пытаюсь. Пойду к маме. Давно у нее не был. Привет передавай. Блин. Я пальто у стоматолога забыл. Ты что, в футболке одной? Давайте свитер принесу. Нет, у меня есть свитер. То есть свитшот. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я знаю, мам. Ушла девочка. И молодец. А что тянуть-то, если время пришло? А кто этот ее... Ну, новую хожу? Стоматолог. И шприц какая, еще пригодится. Уже пригодилась. Ну, вот лишь говорю. Ешь давай. Ешь так, как будто никогда ничего вкуснее в жизни не ел. Мама. Ой. Это так вкусно. Ой, а как плохо играешь. Завернешь? Ой. И как тебя так на телевидении пустят? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок У меня так давно не было секса. Никому абонемент не нужен? Библиотеку. Мне нужен. Люблю читать. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня вечером, как и весь ближайший месяц, я собирался напиться и проклинать судьбу. Но вдруг мои планы резко изменились. Ты можешь быть счастливой, как мелодия этой песни, из глубин подсознания, в ней нет грусти, в ней нет смерти. Окей, ты поешь, а что не мечтаешь? Петь? Ты же так поешь. Ну я пою чужие песни, хочу петь своей. Кто-нибудь слышал? Ну я пою пока только в душе. Надо расширять аудиторию. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дица на дровах Привет. Привет. Сейчас они... Дмитрий не разванивался сейчас. Там на базе трубу прорвало. Занимаемся в другом месте. А где? Вот здесь, на дорогу. Здесь, иди. Там все собрались. А ты? Я форму в машине забыл. Я сейчас приду. Иди, иди. Я сейчас приду. Круто, что зашла группа Кетчуп. Кетчуп как раз ищет вокалистку. Это моя песня. Откуда вы ее знаете? В ком у тебя погрузили и мозг просканировали. Какая разница, ты хочешь петь свою группу или нет? Смотри, мы майки сделали. Кетчуп. Кетчуп. Если боишься, вот. Шапочка для душа. Не так страшно будет. Как ты достал меня, колесник! Нет, 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 нет. Надень, не бойся. Не так страшно будет. Представь, что мы в гигантской ванной, и здесь никого. Эй, мы все еще можем сделать это. Записать твои песни. Отходи из душа. Пора расширять аудиторию. Кстати, у группы Кетчуп сольник через месяц. Играем? Нет. Да? Нет. Отлично, договорились. Ты можешь быть счастливым, даже если я наркоманка, даже если я алкоголичка, даже если я нимфоманка. Ты можешь быть счастливым, если войду в автобус голый, надену на голову глобус, залью квартиру кока-колой. Я не убийца, я не маньячка, ты просто будь счастливым, со мной или без меня. Может, возможно, аж изобреничка, ты просто будь счастливым ради себя. Ради себя. Ты можешь быть счастливым, ты можешь быть счастливым. Из моего легендарного выступления на «Смех о битве» на концерте Афины было полно народу. Я никогда не видел ее такой живой и свободной, как в этот вечер. И мне пришла идея. А что если смысл не в том, чтобы жить долго и счастливо, а в том, чтобы встретить того, кто поймет твою тайну, кто поможет тебе выйти из души? И тогда ничто не мешает вам быть вместе, даже если вы расстались. Странно, что мы боимся быть друзьями с теми, с кем мы разделили лучшие моменты этой короткой жизни. А кем мы еще можем быть? Академия Ну, я, конечно, не девушка Бонда, но можно с вами выпить. Где я тебя видел? На «Смех о битве». Шмуль. Точно. Соня Шмуль. Да. Ганс Христиан Андерсон. Вообще удивительно. Обычно все помнят мое имя, но никто не помнит меня. Ты как-то изменилась. Так под машину попала. Очки. Точно. Что случилось? Перешла на линзы. Я думаю, что у тебя такие глаза нереальные? Почему нереальные? Косые? Красивые. Ха-ха. У меня про сегодня вечером выступление, но типа того, что открытый микрофон, знаешь, нужны фанаты. Ты не хочешь им быть? Ну, в смысле, может, придешь? Сегодня? Угу. Сложно. Сейчас посмотрю расписание, но... Ммм. Мне просто все. Попробую. Придешь? Да, приду, приду. Плюс один? Плюс ноль. Круто. Да. Да. Субтитры делал DimaTorzok Когда заканчивается любовь, мы клянемся никогда больше не наступать на эти грабли. Но проходит совсем немного времени, и мы сами их ищем, эти грабли. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok